Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Вышла тонкая кода, а он с собой какую-то конструкцию вынес, которая вокруг него где-то по грудь и вниз идет как просто вокруг него как дом какой-то. Нормально. Хорошо. Так будем брать? Да. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Мариса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией Мариса поднимайся в комнате диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Отлично. Мы приветствуем Мариса и интересуемся готовливым к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свой биополенный период? Сеанс. Доверит. И я даю команду на 4. Скэнер сканирует пространство над головой Мариса под ногами. 360 градусов вокруг него. 2, 3. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Мариса. Находит все. У него демон. Сокуб. Синий дракон. Ярахноид. Чья это конструкция? Демон смеется. Он говорит, что это его королевство. У него и корона есть. У кого? У демона? Нет. У Мариса? У Мариса. От кого корона? От сокуба? Или от демона? Нет. Он сам себя короновал. Нормально. Это ты мне тоже будешь объяснить сегодня. Сколько герцога демона? Эгоизм там. У тебя будет возможность рассказать. И сама любовь. Хорошо. Считай цифры у демона над головой. 11. 11 герцога. Хорошо. Итак. Сколько ты находился в биополе, демон? 5 лет. Конструкция, ты сказал, это дракона синего. Дракон на ком основном. Нет, он не сказал. Он сказал, что это его Мариса. Он сам себе построил королевство и короновал себя своим эгоизмом. Такого еще не слышал, честно говоря. Хорошо. Значит, не синего дракона. Сокуб. Как долго ты находился в этом биополе? 3 года. 3 года. Значит, после демона. Синий дракон, цифры над головой, считай, пожалуйста. Сокуб, кстати, тоже говорит. 3 года в королевстве. А вы все вместе в королевстве живете там, да? Да. Хорошо. Интересное королевство. Итак. Какие цифры у дракона над головой? 32.16. 32.16. Как долго находился синий дракон в этом биополе? Года 2 месяца. Арахноид. Понятно. Арахноид. Как долго ты находишься в этом биополе? 7 лет. Ты в квартире присутствуешь. Я тебя там видел. В квартире присутствует арахноид, демон. И у дракона есть платы. Как хорошо вы организовались. Ладно, хорошо. Начинаем тогда работать. Сейчас начнем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Отвечайте на них. Я даю команду тонкой копии Мариса, спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэббрационную энергию в его биополе 1, 2, 3. Также выстраиваю канал к этой конструкции. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоэббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Марису. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. А убери эту конструкцию в клетку. Отправляя конструкцию в клетку-тюрьму. И корону. И корону отправляя в клетку-тюрьму. Хотя Мариус говорит, что корона давно спала. Давно что? Спала. А что значит спала корона? Упала. А, упала. Понятно. Ну, Мариус, вы понимаете вообще эту ситуацию, в которой вы сейчас присутствуете? Понимаете? Видите эту корону? Демона? Он понимает, он знает все про себя, поэтому говорит, что давно снял корону. Демон, там есть кто-то еще в квартире, кроме тебя, из нижних? Нет. В комнате нет. Да, почему? Там много негатива в комнате? Много. Я буду собирать его и буду закрывать все порталы. Если хочешь, могу тебе отдать негатив в квартире. Хочешь ты? Хорошо. Аляр, вы есть ее в Белополе? Демон? Да, Вишутха. И эмоциональный фантом, я полагаю, тебе тоже интересен? А как же. Ну, значит, задавай мне больше информации о его слабых местах. Реверс закончился. Хорошо. Устанавливай фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Мариус забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Что возвращается от конструкции? Посмотри, пожалуйста. Радость, спокойствие, простота, я бы сказала. Хорошо. Простые ценности. То есть его показывают, что нужно ему ценить. Простые ценности и детали. Видеть вокруг себя элементарную зеленую траву, которая может принести радость. Его так и показывают на лужайке, на которой он сидит, и ему легко. Отлично. Он часть этой картинки. Гармонии. Хороший совет. Закончился реверс. Отлично. Арахан, начинаем с тебя. Давай, выходи, собирай всю свою паутину, иголки, вытаскивай. Ничего не забывай, приступай. Где он сидел? На голове? На голове, и он мохнатый. Ах, мохнатый еще. Он его раздражал. Как он это ощущал? Головная боль или что это было? Нетерпение, всплески. Вот, виновник этих всплесков. Он снимает с лица паутин, затылок, шея. Готово. Синий дракон, выходи, снимай свои платы, возвращайся. Приступай. А ты что транслировал? Или ты собирал что? Он собирал, наблюдал, информацию собирал. Компьютер? Да. Понятно. Компьютер и его развитие тоже. Тормозил? Интересно. Нет, он не тормозил, он наблюдал. Хорошо. Снял плату с сердечной чакры. Отлично. Суккуб, выходи, отключайся, снимай свои ленточки, ошейники, все, что у тебя там установлено. Ничего не забывай, приступай. Да, готово. Хорошо. Ну и демон, выходи, отключайся, снимай все, что ты установил, и на месте прямо доложи мне, что ты все снял, приступай. Ну, он снимает с рук, с ног, веревки. Веревки? Дерегла за них, да? Да. И он, знаешь, с рук даже как перчатки у него снимает. Ему хотел, как он говорит, чесались кулаки в некоторых случаях. Ну, насилие это твой конек, это вы любите. Снял все. Хорошо, разрешайте я снять все лярвы, ничего не забывая, приступай. И потом возвращайся назад. У него на горле, где ключицы вниз, свисает лярва, и там слова, и какая-то горечь, к сожалению, сказанных этих слов, когда-то накопленное все это висит. Никуда оно не ушло, а осталось висеть в горле лярвы. Хорошо, демон, а еще дай мне пояснение по поводу этой лярвы. Это слова произнесенные, да? Какие именно? Крики. Крики. Ну, да. Это же не один раз, наверное. Злоба. Вложенная в эти слова, да? Да, эгоизм. Я представляю, какой будет эмоциональный фантом сегодня. Собрался. Хорошо, возвращайся назад, идем дальше. Включай внутренний белосвет Марис, этим светом выдавлят из себя все негативные патогены, низкая аббрационная остаточная энергия, на частотах интерферентов. Один, два, три. Пошел свет, энергия выходит, формируется в шар. Есть. Большой? Большой. Открывая под ним портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя, даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Значит, он чистый, но в нем много мыслей, у него как трансформация внутри идет, как кармический узел какой-то он сейчас проходит, осознание в нем идет. И поэтому много мыслей, и вот в шаре больше мыслей были, чем от интерферентов энергии. Понятно. Хорошо. Чистый. Чистый, отлично. Выходит эмоциональный фантом Мариса и проецирует все негативные программы, негативные мысли формы, а также всю низкая аббрационная эмоциональная энергия, сгенерированная, проецируется на его эмоциональном фантоме. Он как выдохнул с воздухом, из него все это вышло. Целый фантом? Да, он как отпустил его. Хорошо. Он готов расстаться с ним? С удовольствием. Сворачиваю этот фантом в шар. Демон забираешь? Да, он ждет. Отправляю демона. Готово. Хорошо. Все прошли проверку. Буду тогда Арахноя до синего дракона и демона отпускать сейчас в квартиру. За это время они снимут все, что там осталось. Я приду, проверю, отдам демона негатив и всех отправлю на их чистоту. Всем понятно? Понятно. Демон вытащил язык и как собака дышит. А, от этих энергии? Да, они должны улечься внутри. Это так происходит и его наслаждение. Хорошо. Кайф, как он говорит. И кайт? Кайф. Кайф, понятно. Ну, хорошо. Открывается сейчас два портала в квартиру Мариса в комнату. Один, два, три. И демон уходит в один портал в комнату. Дождается нас. Синий дракон с Арахноидом уходит в другой портал в комнату. Дождается нас там. Закрывай, печатай, растрей оба портала. Готово. Хорошо. Суккуб, ты остался без дел. Буду тебя отпускать на твою чистоту. Ты готов? Да. Открывай внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. Один, два, три. Суккуб забирает все, что принес и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. И под конструкцией открывай портал в галактическое ядро. Один, два, три. Конструкция уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Вместе с короной ушли. Все правильно. Хорошо. Поехали по частотам. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Окей. Хорошо, Марис, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Умиротворенным, спокойным, радостным. Замечательно. Я надеюсь, от интерферента вы поняли причины ваших подключек. И прилагайте просто свои усилия, чтобы избегать этого в будущем. Наш администратор перешлет вам после сеанса текст-манифеста. И основные такие знания, которые вы должны знать для заправки энергии, подъема вибраций. Кроме того, у нас эти видео есть на канале в обучающих видео. Будем возвращать вас назад и сразу перейдем к чистке вашей комнаты. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Мариса в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой изделенки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от Мариса. И квартиру, комнату ты видела. На счет три ты стоишь перед входной дверью. Один, два, три. Да, естественно. Хорошо, входи в комнату. Даю команду на счет три. Готово. Хорошо. Кто у нас там? Арахноид. Арахноид. И Дракон. И Демон, да? Демон. Воронка есть. Воронка. Все. Под воронкой открывается портал Галактическое Дро. Один, два, три. Воронка уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Арахноид. Ты все собрал? Да, он снял всю паутину, сетки. Все собрал. Хорошо, готово уходить? Да. Больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Синий Дракон, ты собрал свои платы. Да, он не только здесь снял. У него есть другие платы в доме, в большой комнате. Он снял тоже оттуда. Хорошо. Полночь из дома. Хорошо, благодарю за кооперацию. Я хочу еще получить слово Синего Дракона, что он больше не придет в эту квартиру и к этому человеку. Даю слово Синего Дракона. Отлично. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Синего Дракона 1, 2, 3. Синий Дракон забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Отлично. Хорошо. Демон, ты свое собрал все? Да, он собрал одеялки, комочки. Хорошо. Давай, покажи мне, где порталы. Я закрою их и соберу тебе весь негатив и отпущу. Пошли. Здесь один большой портал. Стена, да? На которой висит карта. Ну да, то, что мы увидели даже на фотографии. На видео. Хорошо. И по всему периметру этой стены внизу открывается воронка в галактическое ядро. Засасывает этот портал, фантом-портал, наночастицы. Все энергии, все уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Дима, а как вот этот огромный портал на всю стену мог образоваться? Ты не в курсе? Ну, он не знает происхождение конкретно этого портала. Но порталы образуются там, где много захламленности. У них еще есть своя история, энергия. И вот это все выходит и капливается вместе с пылью, образуя порталы. Или же это негативные мысли, которые летят и где-то образовываются. Или негативные мысли и слова жильцов тоже могут быть. А вот это захламленные вещи, вернее, захламленная энергия старости, она действительно притягивает только низковибрационные сущности. Хорошо, Дима, еще есть порталы где-то? Он еще показывает, что то, что он сказал, мысли или предметы. И с другой стороны, это тот, кто открывает портал, видя такие места, расширяя его. Ах, и это еще дополнительно. Все понятно, понятно. Хорошо, еще есть портал или только один? Здесь нет. Хорошо, у нас задача была только эту комнату чистить, поэтому все остальное нас не интересует. Я прошу тебя тогда больше в будущем к нему и в эту комнату не приходить. Я все буду здесь запечатывать. Мы договорились, да? Да, но он еще ждет негатив. Конечно, я ему сейчас его отдам. Хорошо, если порталов больше нет, даю команду, значит, тристская энергия. В другой идет эмоциональная низковибрационная энергия, эмоции, мысли, чувств. Да, есть шары. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро, и шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, этот забирай шар, да, Дима? Давай, давай, уже не могу ждать. Отправляем. Да ты что, конечно, с лярвы съел? Кайфануть еще хочет. А, в этом плане, ну понятно. Так говорит. Кайфово, кайфово. Хорошо. Готов? Да, я готов. Большие шары? Хорошо. Все, мы с тобой договорились. Готов уходить? Да. Открываем внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Один, два, три. Демон забирается, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Става в огненную пентаграмму. Готово. Отлично. Хорошо, клетка пустая. Открывая под ней портал в галактическое ядро, клетка уходит на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Есть. Отлично, мы закончили. Переносимся к входной двери. Да. Отключаемся от комнаты. И поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Карелка Х ficou сто constante в бой. Продолжье.